Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Марсенкевич. Всем добрый день. Борис Иоанидович. Азербайджан договорился с США об увеличении поставок газа в Европу по ТАПТАНАП до 20 млрд кубометров газа в год. Откуда у Азербайджана взялись излишки газа, и почему он договаривается с США, а не со странами Европы? Максим, ну давайте по порядку. Действительно, прошли переговоры министра энергетики Азербайджана господина Шакбазова летал в Вашингтон, где встретился с помощником госсекретаря по энергетическим вопросам Джеффри Пайет. Вопрос, который обсуждали, там был, конечно, отнюдь не только магистральный газопровод ТАПТАНАП, там поднимались и вопросы дальнейшего наращивания зеленой энергетики и зеленый коридор, проект поставки электроэнергии, вырабатываемый на солнечных ветряных электростанциях в Азербайджане и в Грузии, по дну Черного моря в Вензию и далее по Евросоюзу и так далее, и так далее, но рассматривался и вопрос действительно об увеличении поставок азербайджанского газа в Европу. Напомню, что такое ТАПТАНАП, это магистральный газопровод, ресурсным источником которого является вторая фаза разработки морского месторождения природного газа Шах-Денис, Шах-Денис-2 для краткости. Магистральный газопровод проходит по территории Азербайджана под Кавказским хребтом в Грузию, на берегу Грузии он ныряет в Черное море, выныривает в Турцию, проходит территорию Турции до границы с Албанией, до границы с Грецией, из Греции в Албанию, в Албании ныряет Средиземное море и доходит до Италии как конечной точки. Гигантской продолжительности маршрут, сложности, ну, по описанию понятно, здесь и горные хребты, и два моря, и транзитные расходы, тут просто перечислили все страны, которые в этих поставках участвуют, уже понятно. Предварительная смета вот этого магистрального газопровода составляла 45 миллиардов долларов. Я уж не знаю, как там, что происходило, но по ходу строительства умудрились не уйти в перерасходках, это обычно бывает, когда этим занимаются европейцы, умудрились снизить инвестиции до 33 миллиардов долларов. Тоже, на самом деле, редкий случай, вроде бы как и европейцы участвовали, но деньги не перерасходовали, а сэкономили. Можем в отдельный список, он будет не длинным, собственно говоря, ровно один факт и есть. Мощность магистрального газопровода 20 миллиардов кубометров газа в год, из них 8 предназначались для турецких потребителей, а остальное уходит дальше в Европу. Но с учетом, прежде всего, новых событий в Турции, которые начинают и собственную добычу газа, в Турцию пришел турецкий поток, у Турции есть возможность отказаться от части этого газа с тем, чтобы он уходил дальше в Европу. Мощность 20 миллиардов кубометров, на день сегодняшний он используется в объеме 12 миллиардов кубометров, уходит на поставки в Евросоюз. Можно было бы наращивать и дальше, но мы все знаем, что в Европе происходит потихонечку деиндустриализация, спрос на газ год за годом падает, и у Азербайджана, когда ему предлагают нарастить объемы поставок до 20 миллиардов кубометров, возникает совершенно очевидный вопрос. Для того, чтобы столько поставлять, мы должны нарастить объем добычи, это не бесплатно, мы должны увеличить мощность магистрального газопровода, это не бесплатно, нам нужны гарантии того, что вы у нас эти объемы дополнительного будете забирать. Желательно долгосрочно, потому что то, что я перечислил, нарастить объемы добычи, протянуть еще одну нитку, быстро не бывает. Энергетики все-таки самая консервативная часть экономики, здесь таких быстрых процессов не наблюдается, если, конечно, мы не занимаемся строительством солнечных электростанций и прочих ветряных турбин. Куда могли бы пойти дополнительные объемы? Оптимальный вариант, если кто-то помнит карту Европы, это построить вертикальный газопровод, так проект и называется, обсуждается он уже лет шесть, но пока ничего не происходит, дополнительный газопровод, который соединил бы газотранспортная система Греции и Болгарии. Дальше этот газ может уходить по балканским странам, включая Румынию, с учетом того, что в конце этого года заканчивается договор о транзите российского газа через газотранспортную систему Украины, может возникнуть дефицит, чтобы этого дефицита не было, давайте построим дополнительный трубопровод и будем дополнительные объемы аккуратно между всеми желающими распределять. Желающих таких насчитывается пять стран, наизусть не помню, Греция, Болгария, Румыния, не так уж и важно. Важно, что этот объем должен уходить на долгосрочной основе. Почему министр энергетики Азербайджана ведет переговоры в Вашингтоне? Тоже понятно. Европа изо всех сил старается отойти как можно дальше от долгосрочных контактов. Причины тоже понятны. У нас появляется СПГ, у нас есть третий энергопакет, который предусматривает именно спутовые ценообразования, зачем нам нужны долгосрочные контакты. У Азербайджана возникает вопрос, как же я вам газ поставлю, если вы ничего долгосрочного не хотите. У Азербайджана, собственно говоря, было два пути для решения этой проблемы. Вести переговоры с каждой из пяти европейских стран, которые потенциально могут участвовать в этом проекте. Если говорить о настрое европейских стран, то для того, чтобы соединить газотранспортную систему Греции и Болгарии дополнительным трубопроводом, требуется построить почти 200 километров трубопровода, вот об этом разговаривают уже пять лет. То есть подход настолько решительный, что вероятнее всего это может не закончиться никогда. И руководство Азербайджана принимает, на мой взгляд, совершенно рациональное решение, вместо того, чтобы разговаривать с представителями каждой из пяти европейских стран, с их газовыми компаниями, с их газотранспортными компаниями. Встреча с хозяином этих европейских стран. Можно было бы поговорить с кем-то из послов, но тоже возникает вопрос, какой из послов самый главный. И вот встреча с помощником госсекретаря, встреча с хозяином. Для того, чтобы задать вопрос, не можешь ли ты вразумить своих подчиненных в Европе, если они действительно хотят диверсификации дальнейшего, дальнейшего отказа от российского газа, нужно прийти в нормальное состояние, дисциплинированно выполнить то, что порочит хозяин. С хозяином договориться, конечно, проще, потому что ни для кого не секрет, что именно Соединенные Штаты являются главным инициатором экономической войны против России. Если подать это вот в таком виде, что дальнейшая независимость от России зависит от этих двухсот километров дополнительной трубы и возможности подписать долгосрочные контакты, потому что все дополнительные инвестиции должны каким-то образом оккупаться, есть шанс на то, что заокеанский хозяин действительно соберет этих европейских независимых политических лидеров и объяснит им, чьи шишки в лесу. Почему со стороны России никакого возмущения по этому поводу нет? В незапамятные времена, когда добыча природного газа в Азербайджанской Советско-Социалистической Республике просто отсутствовала, для того, чтобы обеспечить эту Союзную Республику газом, был построен соответствующий газопровод. Больше я ничего говорить не буду, потому что это уже где-то там уровень МИДа, но несмотря на всевозможные слова о молекулах свободы в американском природном газе, отличить газ азербайджанский от не очень азербайджанского очень сложно. Разобраться, откуда приходит нужное количество газов, тоже достаточно сложно. Так что «Газпром» по этому поводу не возмущается, какими окажутся результаты переговоров министра энергетики Казахстана с замом госсекретаря, посмотрим, потому что пока вот открытые источники опубликовали только сам факт переговоров и темы, которые затронули стороны на этой встрече. Но мне на самом деле ход Азербайджана, вне зависимости от наших двусторонних отношений, кажется совершенно логичным. Вместо того, чтобы вести переговоры с пятью европейскими независимыми государствами значительно быстрее и проще попытаться решить вопрос через их хозяина. Это занимает меньше времени и меньше будет повода для маневров, потому что, как мы все знаем, приказы, получаемые из-за океана, в Европе не обсуждают, а выполняют. То есть, если на уровне политических лидеров Соединённых Штатов этот проект наращивания объёмов поставок газа из Азербайджана в Европейский Союз будет признанным полезным, и Европейский Союз, естественно, выполнит всё, что будет сказано. Это быстрее, это логичнее. Борис Анидович, тут злые языки говорят о том, что газ азербайджанский может оказаться случайно, российским. Газотранспортная система совместно имеется, да и аппетиты у самого Азербайджана по потреблению внутреннему газа растут. Что вы на этот счёт думаете? Ой, что я думаю, это отдельная тема, в наших средствах массовой информации ничего нет, я просто перечислю факты, а уж кто и как их будет интерпретировать, меня особо, в общем-то, не интересует. Действительно, спрос на природный газ в самом Азербайджане стабильным не является, он растёт, растёт экономика, растёт население, а после событий 2020 года, когда в состав Азербайджана вернулись семь оккупированных районов, я сейчас не касаюсь Нагорно-Карабахской республики, никем не признанный, никто никогда не возражал по поводу того, что семь районов Азербайджана были незаконно оккупированы, многие годы этот конфликт длился, осенью 2020 года он закончился. Семь районов для Азербайджана, которые необходимо поднять хотя бы до нынешнего уровня развития основной территории Азербайджана, это огромная нагрузка, она, естественно, потребует больших объёмов электроэнергии, да, есть планы все эти семь районов сделать совершенно зелёными, но я пока не видел технико-экономических обоснований, как можно решить все проблемы семи районов за счёт солнечных, ветряных электростанций, насколько это реально, насколько нереально. Что касается газа для внутреннего рынка Азербайджана, то он прежде всего шёл с нефтяного месторождения АЧГ, шельфовое месторождение, с большим количеством попутного газа. Добывается на основании соглашения о разделе продукции, по этому соглашению весь попутный газ отправлялся на переработку на газоперерабатывающие заводы, которые этот газ очищали и поставляли потребителям. Этого было вполне достаточно до последнего времени, когда стали появляться дополнительные факторы. Дополнительный фактор – то, что месторождение вот этой АЧГ потихоньку выходит на поздние стадии выработки, падает пластовое давление у нефти, для того, чтобы это давление поднять, самый известный и самый доступный способ – пласт в газ. Газ в пласт, то есть тот попутный нефтяной газ, который идет вместе с нефтью, после отделения отправлять обратно в пласт, чтобы поднять давление, чтобы сохранять объем добычи нефти на прежнем уровне, не дать упасть объемом добычи. И возникает дилемма, какое решение примет Азербайджан – согласиться с тем, что объем газа для потребителей будет снижаться, или согласиться на то, что будет снижаться объем добычи нефти. Приятных решений здесь нет, а трубопроводная система, соединяющая Азербайджан с Россией, есть. Ее никто не демонтировал, в утиле не сдавал, как она была построена в советские времена, то есть еще в то время, когда добыча газа на территории Азербайджана просто отсутствовала, газ пришел из России. Трубопровод на месте, я не знаю, в каком состоянии газоперекачивающие агрегаты, но и, собственно говоря, кого это касается. Все, что связывает Азербайджан с европейскими потребителями газа, это договоренность о том, что газ, добываемый на второй фазе шаг до низа, будет уходить в Европу. Уходит, уходит. Откуда мы берем газ для нашего внутреннего потребления, это наша внутренняя проблема. Так что, повторюсь, никакой молекулярный анализ отделить молекулы азербайджанского газа от молекул неазербайджанского газа в науке неизвестно. Но, опять же, кому какое дело до двусторонних отношений в России и Азербайджану? Борис Сеонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписываемся на Геоэнергетика.Инфо в Дзене, в Телеграме, на Ютубе обязательно. Все ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленному комментарию. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях решения монетизации на Ютубе. Спасибо. До новых встреч. Не забывайте подписываться на Телеграм-канал со сложным названием Борис Марсенкевич. Не забывайте размещать наши ролики в ваших социальных сетях. Этим вы помогаете нашему проекту. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин